политическая активность российских граждан последнее время возрастает увеличивается количество активных участников митингов и протестных акций да и просто людей которые хотят разобраться чем один политик принципиально отличается от другого паблик мемы о политических координатах несмотря на весьма узкую направленность уже набрал больше 35 тысяч подписчиков что говорит о многом на нем я увидел интересную попытку расположить политических блогеров на политическом компасе мысль интересная и исполнение практически правильное но есть некоторые неточности о которых мне сегодня с вами и хочется поговорить правый нижний угол конечно же без лишних колебаний мы отдаем михаилу светову этот угол характерен для идеологии анархокапитализма последователи которые добиваются полного отсутствия государства отсутствие государственного влияния не только на экономики но и на культурную сферу подразумевается полное отсутствие государства обороны должны заниматься частные армии а судебной системой частные суды и так далее кстати насколько реально будет построить такое общество и какие будут последствия я рассказывал вот здесь поэтому кто не видел обязательно посмотрите и конечно же классическую либеральную позицию у нас занимает камикадзе ди классический либерализм предполагает сочетание свободного рынка либеральной демократии неприкосновенности частной собственности и свободы слова в отличие от анархокапитализма классический либерализм подразумевает что государство необходимо для выполнения оборудованных и судебных функций и в отличие от минорхизма это более умеренное течение либертарианства так сказать анархокапитализм на лайтах подразумевает и некоторые вмешательства государства в социальную сферу здравоохранение образование строительство общественно необходимой инфраструктуры такой как дороги человека который вещает на фоне кухонного гарнитура я не знаю и разбирать не буду быть или однозначно относится к несистемной либеральной оппозиции насколько его верно здесь разместили не готов судить ибо с его творчеством не успел ознакомиться досконально поэтому если ты знаешь чем отличается быть или от светова или камикадзе ди пиши в комментариях дядя джо однозначно должен быть слева авата админ придерживается классических консервативных взглядов он должен быть вот где-то здесь там же где собственно и находится программа партии единая россия и вот мы подобрались к правому верхнему квадрату политического спектра право авторитарные политические диалоги поддерживают существующие экономическое и социальное неравенство между людьми как естественно и неизбежно и миллиардеры по мнению консерваторов это самые трудолюбивые самые умные люди и поэтому лишать их часть дохода с помощью прогрессивных налогов это богомерзкое противоестественное занятие также правые авторитаристы выступают против реформирования выборной представительной системы в пользу более прямой и открытой они считают всеобщее тайное голосование раз 5-6 лет с невозможностью отзыва кандидата идеалом который невозможно улучшить по их мнению если сделать систему более открытой то быдло без специальных знаний обязательно все разрушит поэтому нельзя кстати говоря еще в начале двадцатого века члены консервативных партий сша и великобритании выступали против женского избирательного права например то есть для них совсем недавно идеалом было голосование без женщин потому что они не сращивают в политике и только мешают консерваторы и сейчас выступают за введение образовательных цензов наиболее радикальные выступают за ограниченный доступ к голосованию по полу и возрасту но самым радикальным воплощением права авторитаризма является фашизм о котором я более подробно рассказывал вот здесь в общем если говорить современным языком то бэкграунд у этих движений весьма зашкварный поэтому неудивительно что многие правые не любят называть себя консерваторами а называют себя национал демократами к примеру или христианскими демократами как в германии также и наша власть не любит когда ее сравнивают с фашистской италией национал патриотический угар ущемление прав трудящихся частные государственные корпорации насаждение религий все как в италии двадцатых годов нет скажет тебе член партии единая россия у нас все по-другому у нас все православно духовно а все совпадения с муссолини надуманы учитывая все вышесказанное неудивительно что у нас в этом квадрате не так уж много известных блогеров один из бесспорных обитателей этого квадрата егор просвирин идеолог так называемого интеллигентного национализма героя многочисленных мемов насколько верно на этой схеме показано его положение ну можно сказать что почти попали я бы сдвинул егор чуть правее учитывая что это место занимает гитлер а гитлера он называет леваком за его борьбу с безработицей что касается вопроса насколько правильно он выставлен по вертикали тут ответить достаточно затруднительно потому что просвирин мастер 80-го левела по переобуванию до его навыков менять свою точку зрения зависимости от настроения потребителей далеко даже алексею навальным то у него русский это чехов и 5 миллионов российских дворян и интеллигенции которые и составляли сердцевину российского государства а остальные 90 процентов неграмотное быдло которое повелось на агитацию большевиков и разрушила великую империю девятьсот семнадцатом году то у него оказывается что русский интеллигент должен черпать мудрость от русского народа который по его же утверждению быдло то он поддерживает украинских националистов то защитников донбасса то он говорит о демократии о том что русский народ слишком пассивен что надо быть активнее политически то фапает на монархию вообще для ультра правых популизм и переобувание это характерная типичная тактика так что просвирин у нас там где надо переходим к левой части эти персонажи мне незнакомы по ним ничего к сожалению сказать не могу ну и конечно же три откровенных левака константин семин андрей рудой и василий садонин семин почему-то записан в сталинисты рудой ни туда ни сюда садонин оказался в так называемых либертарных социалистов а как должно быть на самом деле на самом деле для тех кто не смотрел мой ролик коммунизм анархизм социализм как разобраться в политике будет некоторой неожиданностью но ортодоксальный марксизм это про вот этот квадратик да если вы зайдете скажем в тест политические взгляды в контакте вы обнаружите что эрнеста гевара находится вот здесь а ленин здесь казалось бы на квадрате который обычно приписывают анархизму и либертарному социализму так потому что коммунизм это и есть ультра демократическая политическая философия она подразумевает замену буржуазных выборов системой советов подразумевает максимальное участие народных масс в управлении государством мы не утописты мы знаем что любой чернорабочий и любая кухарка не способна сейчас же вступить в управление государством в этом мы согласны и с кадетами из бережковской из церетели но мы отличаемся от этих граждан тем что требуем незамедлительного разрыва с тем предрассудком будто управлять государством нести будничную ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники мы требуем чтобы обучение делу государственного управления делось сознательными рабочими и солдатами чтобы начато было она немедленно то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся всю бедноту поэтому не вижу никаких оснований помещать кого-то из этих блогеров в левый верхний квадрат тем более что к истории ссср они относятся критически и не скрывают ряд минусов особенно в позднем ссср который и привел к краху а кого реально можно поместить из отечественных блогеров в левый верхний квадрат ну мне кажется что там неплохо будет смотреться лимонов ему там будет вполне комфортно в обществе красных националистов пул пота и ким чен ира и вот мы наконец-то подошли к наиболее влиятельному на сегодняшний день и наиболее мутному персонажу алексею навальному готов поспорить что у автора данной картинки он вызвал максимальное количество вопросов ну и все-таки по итогу его определили как социал-демократа дело в том что алексей умело использует навыки популизма но это когда ты обещаешь к примеру рабочим высокие пособия по безработице и одновременно с этим предпринимателям низкие налоги однако чтобы были высокие социальные пособия нужно поднять налоги как это делается в северной и западной европе то есть эти вещи взаимоисключающие но электорат силу своей неграмотности все это хавает и идет голосовать за тебя стройными рядами популизм это не только любимая тактика фашистских диктаторов но и владимира вольфовича жириновского все противоречия его программы я разбирал в ролике посвященным парламентским выбором 2016 года если вы не только хотите лучше понять что такое популизм но и узнать на каких координатах располагаются партии российской федерации обязательно посмотрите за эти три года не особо что-то и поменялось поэтому расстановка основных политических сил в россии осталось примерно такой же ну так что с алексеем навальный навальный в нулевые годы работал с либеральными партиями яблоко и союз правых сил которые традиционно ориентируются на бизнес то есть тогда до 2012 года он никак не мог быть слева почти одновременно с этим он был замечен в симпатиях к националистам посещал русские марши так что же к настоящему времени можно ли считать что его политическая позиция действительно поливела и теперь он социал-демократ действительно политическая программа навального за 2018 год предполагает выплату единоразового крупного налога олигархами участниками приватизации 90-х введение налога для сверхбогатых увеличение финансирования образования и медицины в сфере политики предполагается некоторая децентрализация власти региональные проблемы должны по максимуму решаться региональными правительствами они москвой однако кардинальных реформ избирательного права не планируется ну вот вроде бы и все мы расположили наиболее известных политических блогеров на политических координатах но здесь ключевое слово вроде бы потому что мы работали только с убеждениями людей с их обещаниями с тем во что они верят но не с реальными последствиями реализации их политических программ так например при анализе программ партии нужно фокусироваться не на то что они обещают потому что обещают они примерно все одно и то же могучую армию рост экономики рост личного благосостояния и так далее а смотреть мы должны на методы достижения этих целей если анализировать реальные меры которые предлагает единая россия то с течением времени она будет двигаться вот так потому что ее программа не подразумевает введение прогрессивных налогов отмены коммерциализации медицины и образования реформирование избирательного права таким образом будет неизбежно нарастать экономическое неравенство бедность политическое бесправие это единственный реальный итог который может получиться от выполнения такой программы также и с навальным его программа обещает вполне социал-демократические изменения но насколько реально их выполнение так даже весьма либеральное издание медуза отметила что программа вышла какая-то мутная отсутствие конкретики сомнительные расчеты не освещенность механизмов работы антикоррупционных законов отсутствие в программе массы важных российских проблем и наконец банальные ошибки в фактах я не верю что алексей реально уверовал скандинавский социализм я думаю он так и продолжает быть либерал-демократом просто он понял что если действовать честно как союз правых сил или яблоко и обещать своей политической программе только то что интересно малому бизнесу далеко не уедешь ведь малый бизнес россии это всего лишь пару процентов на население поэтому обещать бесплатное образование и медицину гораздо выгоднее чем льготы для малого бизнеса или свободный рынок больше народу захватываешь сюда же стоит отметить что совсем недавно алексей призывал к повышению пенсионного возраста для ускорения экономического роста поэтому в его реальные телодвижения в сторону государственного регулирования экономики в пользу трудящихся верится с трудом скорее всего он кинет своего избирателя точно также как алексис ципрос или франсуа алан ну и в завершении хочется рассказать про политический компас еще одну очень важную вещь которую кроме меня скорее всего вам никто не расскажет это своего рода такой лайфхак если вы могли заметить по тому же приложению в контакте в правой нижней четверти нет ни одного реального политика только писатели философы экономисты здесь по сути собраны люди которые верят в совмещение неограниченной свободы и неограниченного рынка они политики в чьих руках была реальная власть и уж тем более не было обществ которые могли успешно существовать в этом политическом квадрате этого квадрата не существует в реальности это квадрат мечтаний и фантазий в реальности же при отсутствии государства законы будут устанавливать самые крупные и мощные охранные частные компании кто больше платит тот и прав поэтому анархокапитализм на практике обернется не абсолютной свободой а тотальной диктатурой богатых над бедными поэтому нам по сути нужно симметрично отразить мыслители из правого нижнего квадрата на верхней это и будет практическое положение вещей при реализации их программы есть интересные моменты и в левом верхнем квадрате этот квадрат реально существует на практике на территории этого квадрата к примеру существовал сталинский и более поздний ссср но авторитарные левые режимы недолговечны невозможно долго совмещать авторитарную форму правления и распределение материальных благ в пользу народа если народ не контролирует власть то власть в течение времени неизбежно деградирует перерождается в теневых капиталистов что собственно и произошло в ссср что сейчас и происходит в китае по сути степень политического участия населения прямо связано с экономической и социальной справедливостью чем больше у народа реальных рычагов управления тем справедливее будет распределение материальных ценностей в обществе и чем больше в обществе миллионеров тем меньше власти будет у простого народа в действительности только два этих квадрата рождают устойчивые общества сейчас все государства так или иначе находятся вот в этой четверти а устойчивое общество будущего полная гуманизма реальных равных возможностей для всех мы можем построить только вот здесь на этом у меня сегодня все надеюсь моя мини-лекция была вам полезна и вы не только нашли своих любимых блогеров на политических координатах но и нашли себя ищите себя на политических координатах изучайте экономику и политологию подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить наши новые образовательные видео до встречи в обществе будущего подписывайтесь на наш канал и давайте субтитры Dinner Субтитры подогнал «Симон»